Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Да, доброе утро еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот у нас в первой части был министр внутренних дел, сейчас у нас бывший министр внутренних дел, я думаю, всем хорошо вам известный Дайнис Туллась, которая работала в Рижской думе и был столичным градоначальником. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот мы так интересно успели, ну сколько успели перед эфиром подискутировать о очень важной теме, которая волнует всех, и автомобилистов, и неавтомобилистов. И, конечно, о дорогах, это такая больная тема для Риги. Я так понимаю, что у вас тоже есть целый ряд предложений, замечаний, и не только в свете выборов вообще, о том, как нужно вот эту дорожную инфраструктуру улучшить, чтобы вообще повысить безопасность, исключить, вот, к примеру, выезд, часто бывает при обгоне на встречную полосу. Дороги у нас узкие, нет соответствующей ни разметки, ни вот этих отбойников. Вот, может быть, с этого мы начнем, поскольку я думаю, что и Рижане, и в процессе выборов вам часто задают вопрос, что все хорошо, что ремонтируем там фасады и так далее, но вот дороги, это вот бич. Доброе утро еще раз. Конечно, о любой проблеме, тем более о решении проблемы, решать надо с точного понимания, в чем суть проблемы, и что конкретно надо решать, и только потом, как решать. Ну, знаменитая фраза про дороги дураков, она жива в последний день. И если посмотреть по сути, когда за сутки в стране разбивается 5-6 человек, я три года воевал в Афганистане во время войны, таких потерь в день, ну, были случаи, но это были единичные, которые были чрезвычайным происшествием не только в масштабе 40-й армии, но и в масштабе всей той бывшей страны, и начальники очень серьезно отвечали за такие последствия. Даже это фактически во время условий боевых действий. Во время войны. Во время войны. Так вот, у нас в мирное время, это, ну, такая, ну, статистика, не очень такая удачная, да, но это только статистика. Это нонсенс абсолютный. И мы говорим о многих проблемах. Но, если посмотреть, что запровоцирует такие чрезвычайные происшествия, то посмотрим на наши магистральные дороги, в первую очередь, государственные магистральные дороги. Сколько у нас таких, где обгон на дороге совершается, не выезжая во встречную полосу? Где исключена вообще возможность выехать в встречную полосу? Да практически таких нет. Вот вам этот ответ. Сколько у нас таких новых дорог, относительно новых, ну, последнее время построенных, где вместо двух полос полторы полосы? Что это полполоса? Что она дает? Она провоцирует водителей... Это даже хуже, чем если была бы одна полоса, да? Хуже, хуже, хуже. Лучше те деньги, которые на эту ненужную полполосы потрачены, на ограничение средней линии, чтобы физически невозможно было бы выехать в встречную полосу. То есть, мы очень просто, ну, банально просто видим лужи, яму под ногами, которые тоже мешают. Но проблема гораздо больше в самой такой фундаментальной стратегии развития инфраструктуры дорог. И если посмотреть еще, ну, посерьезнее на эту проблему, то дороги, вообще-то, основа основ экономики. Без хорошей развитой инфраструктуры дорог говорить о развитии экономики, по-серьезному, развитии строительства и привлечения инвестиций из Евросоюза, из частных, ну, скажем, предпринимателей. Ну, кто пойдет сюда? Они же не будут инвестировать в инфраструктуру. Инфраструктура – это наша ответственность, как государственная, так муниципальная. А вот на эту развитую инфраструктуру уже придет инвестор. И об этом мы должны думать. Это ведь относится и вообще к мостам, да? Все. Все. Вся инфраструктура. Мы должны о ней заботиться. Она, тогда мы, как и город, как и страна, тогда мы становимся привлекательными, когда мы не на словах. Приходите к нам, инвестируйте, стройте, делайте. Но мы предлагаем развитую инфраструктуру, тогда любой предприниматель, любой банк видит, да, нас действительно здесь ждут. И нам выгодно здесь складывать деньги. Да, вот интересно, если мы говорим уже о дорогах, вот о скоростном режиме. Не кажется ли вам, что очень зачастую, вот, ну, по крайней мере, те службы, которые отвечают за безопасность дорожного движения, они делают акцент на эти фоторадары? Не, я не против них, но вот сейчас говорят, вот мы сейчас будем просить деньги, что в следующем году вот была специальная аппаратура, где измеряется скорость между двумя радарами. Да, это все, конечно, очень интересно, да, и с научной точки зрения, но не кажется, что это чересчур, потому что зачастую наблюдаешь, что, может быть, проблема не только вот эта скорость между двумя радарами, а о том, что кто-то проезжает на желтый, который уже красный, и это создает опасность. Не всегда нерегулируемый перекресток, там пешеходы должны бежать, чтобы успеть, потому что уже одно время как-то следили за этим, сейчас уже мы видим, что машины пытаются там соревноваться с этим пешеходом на скорость, да, вот, может быть, не только вот в этот бизнес вкладывать средства? Ну, конечно, контроль за соблюдением правил дорожного движения должен быть, и он обязан быть, для этого и существуют специальные службы государственные на это тратить деньги, он должен быть, но контроль, это в цепочке организации дорожного движения, это, наверное, самая последняя ступень, самая последняя, а начинается организация дорожного движения с обучения водителя, с возможностью им получения прав на вождение автомобиля, и, ну, мы, наверное, каждый могли бы рассказать массу не анекдотов, а случаев из жизни, когда действительно удивляешься, ну, каким образом человек едет так, как он мог вообще получить права и сесть за руль автомобиля, то, что он творит на дороге. Это мы корзин наблюдаем, да? Ну, сидеть за рулем, к сожалению, каждый день, особенно утром, когда часы пик, и мне вдоль тиши за это утром приходится ехать, где, в принципе, одна полоса, этап переполнена, то всегда найдется чудак, который думает, что у него крылья приросли к машине, ну, ладно. Так вот, второе, что мы уже говорили, дороги, система светофоров, регулирование движения, часы пик, движение утром в сторону Риги, вечером в обратную сторону. У нас что-нибудь меняется? Да ничего не меняется. Но в движении это меняется, следовательно, те службы, которые за этим вопросом должны следить, ну, в этом заключается организация движения, реагируете на это, полосы меняете, две полосы утром в одну сторону, вечером в другую сторону, ну, есть масса способов, как этим заниматься. И контроль. Я всегда был на тех позициях, что скрытое размещение радаров, оно не способствует дисциплине, не способствует авторитету тех служб, которые контролируют движение. Мы же знаем, что в любой работе, в любой бизнесе результат того, кто этим бизнесом занимается, должен зависеть от конечного результата. То есть, если есть дорожная полиция, которая отвечает за соблюдение правил дорожного движения на дорогах, то поощрять надо тех полицейских, которые на его закрепленном участке поддерживают порядок, на его участке нет аварий, нет тяжелых происшествий, нет правил нарушений правил дорожного движения, вот тот полицейский получает премии, а не так, что хорош тот, чей радар зафиксировал больше нарушений. И не зря радар ставится не на сложных участках дороги, а на прямых участках, где в летнее время на прямой дороге можно ехать быстрее, чем 90 километров в час, и там, конечно, счетчик накопления денежных средств на счету. Бизнес пошел. Имущего радар. Бизнес идет. Но это же не цель. Цель должна быть порядок на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения, в первую очередь скорости и таких опасных маневров, как обгон. Вот на то должна быть нацелена вся деятельность и дорожных служб, и те, которые контролируют. И я не вижу, что это было бы, ну, как-то так очень сложно. Это не так сложно. Но почему-то у нас до сих пор, ну, вот установка именно такая, что по результату должна оцениваться работа, она пока отсутствует. Да, у вас есть такой уникальный опыт, поскольку, ну, по крайней мере, в такой последней Рижской Думе, которая, как мы знаем, она была распущена решением парламента, вы и возглавляли комитет по безопасности Рижской Думы, и работали мэром, и у вас была возможность, ну, контактировать, осуществлять, насколько это возможно, взаимодействие самоуправления с государственной властью. Ну, об этом я говорил, я помню, в нашем эфире ваш коллега Олег Буров, что, ну, к сожалению, это взаимодействие, вот политика очень мешала, вот это вот различие там в политических партиях очень мешало, как будто мы ни в одной стране живем, и многие, по крайней мере, в министерствах или там на уровне правительства относились вот к Риге, как будто это какие-то, какой-то иноземный город, как будто это не жители Латвии, как будто они сами в этой Риге не живут. И вот такого нормального диалога не было. В результате страдали-то, в принципе, рижане. К сожалению, надо признать, что то, что вы сейчас сказали, это является такой горькой правдой. Так как уже случилось, что в Риге все годы независимости, я не помню случаев, когда в городе Риге властвовала партия, которая бы властвовала бы и в правительстве. И в результате всегда, ну, глупо, но всегда определенная ревность, конфликтность, которая практическому решению многих задач мешала. На таком тактическом уровне, если так в военном терминологии говорить, когда напрямую полиция, самоуправление взаимодействует с государственной полицией, муниципальной полицией с военной полицией, некоторыми другими структурами, вроде бы все идет нормально, взаимопонимание полное, и личные отношения руководителей нормальные. Я установил и такую традицию, что еженедельно практически мы встречались руководители муниципальной полиции, рыжеская и государственная полиции и других служб, когда это было необходимо, и находили полное взаимопонимание, когда надо решать вопросы каких-то массовых мероприятий, те же праздники, песни и танцы, спортивные мероприятия. То есть, организовать взаимодействие никогда не было проблемным вопросом. Но объединить усилия, чтобы, например, видеоцентр и госполиция, или Министерство внутренних дел и Риги взаимодействовали, или средства вкладывались, и он строился бы и развивался как единый, потому что информация аналогично нужна всем структурам правоохранительным. Вот тут становится, конечно, вопрос, который должен решать политики, в котором должен участвовать муниципальный бюджет и государственный бюджет. И на этом все хорошие планы, перспективы и намерения, как правило, заканчивались. И распуск, ну, во-первых, освобождение мэра города Риги господина Ныла Ушакова, да и позже распуск Рижской Думы, ведь тоже ничто не другое, как результат политических интриг и политической расправы. Я думаю, что наш суд, который до сих пор никак не может решиться, как же был отпущен, освобожден от должности мэра города Риги, въедет туда же в Страсбург очередной раз, если не поймет, что, ну, хватит служить политике, пора послужить закону. Вот этот вопрос и вам задавали, когда вы были мэром и депутатом Рижской Думы, по поводу столицы и функций столицы, нужный закон о столице. Мы знаем сейчас, Министерство среды и регионального развития разрабатывает новый закон о самоуправлениях, якобы там будет какие-то положения о столице, но все-таки очевидно, что Рига определенные столичные функции выполняет. Это не только то, что здесь расположены все государственные учреждения, но целый ряд других функций, которые столица выполняет. И получается так, что вроде бы и не прописано это все, а город выполняет, потом Рига перечисляет там каждый год по 80-90 миллионам в этот фонд выравнивания. Это деньги Рижан по существу. Может быть, как-то сбалансировать эти функции? Да, это на самом деле очень важный вопрос. И почему до сих пор нет закона о столице, о Риге? Ведь столица, город Риге, если посмотреть по его значимости, ну в экономике это почти 80% экономика Латвии. Ну практически зачем кабинет министров, когда практически все решается в Риге? И вы посмотрите, по статусу мэр города Риги и мэр любого другого, не только города, а вообще самоуправления из одного из 119 по статусу одинаковый. Это же абсурд. В правительстве 12 министров, а мэр, который практически руководит 80-80% экономики, более половины населения, который приезжает и живет и работает в Риге, да, он по статусу ниже, чем министры. Ну это только формальная сторона. А если по сути, почему закон не принят? Потому что с той же ревности. Если те партии, которые находятся у власти в правительстве, будут принимать закон о городе Риге, то в Риге станет только хуже. Первое, что мы должны решить и понять, и первое, что это общество должно, мы все жители, не только Риге, но и всей нашей страны, мы должны понимать, что власть работает для людей. И власти должны сотрудничать и улучшать взаимодействие в интересах людей. В первую очередь в интересах людей. Ведь то, что столица через налоги работающих людей в городе Риге налог вывозит в пригороды Риги, это уходит пол, почти пол бюджета города Риги выезжает через налоги. Через выравнивая, которым правительство практически не участвует, практически выравнивая бюджетов самоуправлений, осуществляется на львиную долю за счет доходов города Риги. А Риги, кроме тех задач, которые имеет любое самоуправление и функции столицы, сколько мы проводим мероприятий, те же государственные мероприятия, праздник, песни и танцы. Кто львиную долю обязанностей берет на себя? Город Рига. За счет государственного финансирования? Нет. За счет своего бюджета. Это государственные визиты, разные мероприятия международные, где участвуют департаменты, муниципальная полиция. И все это мы должны делать, но это никак не отрегулировано как задача столицы, которая и, соответственно, финансируется для того, чтобы эти задачи решали. Поэтому я убежден, что если не будет меняться политическая ситуация, когда политики ответственно будут подходить действительно по государственному решению всех проблем, закон о городе Риги лучше не принимать. Потому что это будет очередной закон мести к инакодумающим в Думе Рижской. Тогда не надо. Мне симпатизировал коллега, у вас тут был в гостях министр внутреннего дела господин Ергенс. Вот его понимание взаимодействия и задач решаемых, по-моему, ну такой светлый лучок в небе пасмурном, что что-то может измениться в лучшую сторону. Вот я помню, мы сейчас прервемся, видимо, на короткую паузу, потом поговорим действительно о будущей Рижской Думе, Дайнис Труйс у нас в студии, в честь служит Риги, не переключайтесь. Еще раз доброе утро, Дайнис Труйс у нас в студии, мы продолжаем работу в прямом эфире. Вот такой вопрос, который не могу вам не задать, ну сейчас понятно, что выборы, конечно, много чего покажут, 29 августа, но очень многие наблюдатели, политологи и политики говорят о том, что будет крайне сложно договориться, потому что мы видим, что очень много партий участвует в выборах, и наверняка, ну, попадут в Рижскую Думу больше партий, чем было вот в предыдущих Рижских Думах, в Рижских самоуправлениях, кто-то говорит о шести, о семи партиях, может быть, даже и в восьми партиях. Вот как вы видите, учитывая ваш опыт, не получится ли какая-то ситуация, которая была, как мы знаем, после выборов в последний парламент, в семь, когда многие месяцы вообще не было возможности сформировать коалицию и правительство. – Я думаю, что, ну, во-первых, все в руках избирателей. – Это понятно, да. – И избиратель вообще должен голосовать не ногами, а головой. – Это раз. – Второе, реальная ситуация, ну, есть, как она есть, но гаданием, наверное, до выборов тоже нет особого смысла заниматься, потому что вся предвыборная риторика, суета и дискуссии, и разговоры, они заканчиваются с закрытием избирательных участков. И по результатам начинается новая политика. И все обещания, все разговоры, они зачастую, ну, я бы сказал, как правило, забываются. Вспомним знаменитые там по 500 евро, по 500 туда, по 500 туда, которые тут были, партии, которые обещали, которые шли в Сайм, закроем все клубы азартных игр и так далее, и так далее. Но уже сколько лет прошло, никто этим занимается. И, к сожалению, избиратель тоже уже забывает, кто обещал и что обещали, и готовы еще раз наступить на грабли. Вот это есть первая проблема. Вторая, я не думаю, что значительно больше партий преодолеет возможность работать в Рижской Думе, но ситуация может измениться, когда те, кто избран в Рижскую Думу, все хотят работать. И думаю, что это не такая уж глубокая история, и мне нечего скрывать, я это делал публично. Была возможность предыдущему созыву этим же политическим партиям работать в Рижской Думе равноправно, за одним столом, при равных условиях. И те, кто в коалиции. Когда Рижская Дума в лице двух партий, согласие и честь служить Риги потеряли большинство, то то есть нет большинства, если нет большинства, нет позиции, нет и оппозиции. И я предлагал, конечно. И я предлагал, все, ситуация новая. Садимся за стол, обозначил каждой фракции даже места, начинаем работать. Определяемся и по должностям, по местам. Никто, ни одна политическая партия не извила желание работать на самом деле. Ведь критиковать намного легче. Ну, просто шикарно. Выходишь на трибуну и давай, неси, да. Закрыл рот, рабочий день закончился, спокойно езжаешь домой. Ни за что не отвечаешь. Работать, это надо принимать решения, отвечать за них и отчитываться перед людьми за то, что ты сделал и что не сделал. Вот это первое. Надо, и я, конечно, думаю, что избирателям надо быть действительно более избирательным, что обещание – это ну, очень маленькая часть деятельности. Все-таки надо посмотреть, ну, кто реально что-то делает, сделал, значит, и может сделать. Ведь никто не идет, не знаю, портному шить костюм, зная, что он вообще-то зубной врач. И наоборот. И наоборот. И никто не идет операцию аппендицита делать, ищет, чтобы он был из той же партии, где я. Он ищет все-таки хирурга, который знает свое дело. Муниципалитет, в отличие от законодателя, парламента нашего, все-таки та институция власти, местная власть, которая работает для тех людей, которые избирают конкретных людей, и которые может и будет работать в интересах лежат, ну, не дано другого. То есть, первое – компетентность, второе – совесть, те, кто получает власть. Да, вот со вторым не всегда у нас как-то так. Это, наверное, и на уровне, может быть, и парламента. Вот как вы оцениваете вот эту работу вообще государственной власти вот в этой чрезвычайной ситуации пандемии? Я думаю, что на моей памяти, на вашей тем более, на памяти у вас больше жизненный опыт, чем у меня, не было такой вот драматической ситуации внутри страны, когда все сидят по домам. Но этот период трехмесячный, я думаю, войдет в историю. Ну, да, мой опыт, в том числе, и в боевых действиях, войны, которая тоже является чрезвычайной, думаю, более чрезвычайной ситуацией навряд ли может быть, как попасть на войну. Да, еще побольше, чем COVID-19. И было бы, конечно, очень интересно, если бы, ну, начинается военная операция, а командующий армией ушел бы в самоизоляцию. На всякий случай, да. Ну, что произошло именно в нашем правительстве. Первый, кто ушел в самоизоляцию, был премьер. И как бы даже премьер... Из квартиры руководил страной. Как бы премьер подал. Ну, я думаю, что это, ну, неудачный пример, тоже есть пример, на котором можно учиться. Но у нас действительно есть люди, которые не самоизолировались, а это специалисты, работающие в сфере здравоохранения и специалисты, которые реально профессионально умеют делать свою работу. И, наверное, наше положение... Так сказать, Бог на этот раз на самом деле был милостив к нам. И мы из этой ситуации, ну, по сравнению с тем, как могло все это развиваться, да. Мы детали еще, ну, и специалисты еще точно не знают, почему в одной стране так, другой так, какие факторы, как это все еще действует и как это все будет еще развиваться. Но факт тот остается, что власть любая, она все-таки для того, чтобы и в повседневном режиме работала, а в чрезвычайных ситуациях работала, ну, почему принимаются специальные законы, когда наступает нестандартная ситуация, чтобы концентрировать власть и сократить время на принятие решений. Вот это тот принцип, который должен быть заложен в действиях власти, когда нужно принимать эффективные решения, сжатые сроки и принимать радикальные меры. Тогда нужно, чтобы в стране действовал закон, который позволяет именно такую систему управления осуществить, которая необходима для управления государством. И если мы не можем, ну, в системе образования, ну, многие какие проблемы мы не рассматриваем, дорожного движения, у нас не хватает именно, о чем и говорил министр Ирген здесь раньше, у нас нет механизма принятия ответственного решения в конкретной отрасли. Вот всегда нужно каких-то коллекционных партнеров, согласий, и совещаний, и так далее. Но, к сожалению, этот пример и относится к Евросоюзу, когда нужно было более двух лет, чтобы окончательно принять решение о нелегальной миграции, когда миллионы заполонили Европу, а Европа никак не может определиться, что же сделать. И не может различить, где нелегальные мигранты, где беженец. И через два года... Хотя тут не нужно быть академиком, чтобы понять, где беженец. Конечно, потому что нет механизма делегировать права ответственной институции, принять решение, которое является обязательным для всех членов страны Евросоюза. Так и в нашей маленькой стране. Но есть ситуации, где нужно действовать и принимать эффективные решения. И они должны быть обязаны для всех к исполнению. Не показала ли эта ситуация чрезвычайная, что, может быть, все-таки Латвии бы стоило вернуться, это, наверное, разговор, может быть, для отдельной дискуссии, вернуться к этому институту всенародно выбранного президента, потому что многие и в нашей студии обращали внимание на то, что глава государства как-то в этих условиях пандемии чуточку растерялся, его не было видно. Если премьер все-таки самоизолировался в квартире, но ввел заседание, активно с помощью современных технологий как-то коммуницировал, то президент в большинстве случаев и этот механизм не очень использовал. А если нельзя выехать на коронацию короля Японии, то зачем, вот какова функция? Вот кто вообще мог по сей день найти функцию президента в этих условиях? Хороший вопрос, да. Ну, он сам не может найти эту функцию, но почему мы должны ломать голову, ну, чтобы найти, а для чего, какова роль твоя? Ну, на самом деле, ну, на самом деле, вот если бы у него была подчинена власть исполнительная, хоть как правительство, хоть частично, хоть по каким-то там направлениям, тогда, тогда да. А мы даже знаем, что даже вот, ну, его функции подписывать законы, узаконить принятый закон, он же это тоже делает, не исходя из соображений народа там или соображений интересов там страны, он делает это потому, что правящая коалиция его избрала, и если он не будет ей дать служить, его переизберут, вот тут даже и гадать не надо, тут, ну, все, отступись, шаг влево, шаг в право, и... Тем более, что еще второй срок теоретически есть, да? Ну, второй срок только тогда, когда ты будешь послушным этой коалиции, а второго срока даже мечтать не надо, если ты отступишься, поэтому... Примеры есть. Вы смотрите пример, у президента, в его дворце собрались все руководители самоуправления Латвии, чтобы при нем обсудить готовящийся законопроект административно-территориальной реформе. Это было расширенное заседание Думы латвийских самоуправлений. При нем состоялось голосование. Из 119 самоуправлений, по-моему, присутствовало 110, из которых 102 проголосовали за то, что президент отозвал этот законопроект. И не подписывал, да? Да еще до подписания еще не было речи, чтобы его вообще не рассматривать, поскольку он не одобрен никем. Какова реакция президента? Вот и его роль. А какова реакция? А никакой. А никакой. Ну так... О чем мы говорим? Это тоже интересно, поскольку я думаю, что все признают, что вы являетесь действительно экспертом, специалистом в области безопасности. Мы знаем, что президент возглавляет Совет по национальной безопасности. Но если еще раньше мы как-то слышали, что да, вот состоит заседание Совета. Мы обсудим хотя бы те или иные вопросы. Да, мы понимаем, что само содержание обсуждения составляет государственную тайну. Никто не говорит, что ее нужно раскрывать. Но хотя бы, чтобы обществу было понятно, что президент созвал Совет по национальной безопасности. Не знаю. По обсуждению пандемии или паралича экономики, мы понимаем, что кризис в экономике еще будет долго продолжаться. Мы ничего такого не слышим, даже в рамках тех полномочий, которые есть у президента. Мне, конечно, когда говорить о тайне и так далее, мне, конечно, очень симпатизирует этот подход, что глупость объявить законом как государственную тайну и все. Значит, она недоступна. Это в свое время был анекдот по этому поводу, что один ученый просит выехать из Советского Союза в Америку. Он говорит, вы же работали у нас в институте, в ком-то таком-то, там занимаются электроникой. Так говорит, они же впереди нас на 10 лет в этой отрасли говорят, что же я там могу рассказать. Вот это вы и есть государственная тайна, что мы отстаем на 10 лет. Но это так ради юмора. Но я думаю, что вот есть дела, которые значительно отличаются от других. Евросоюз, например, есть комиссия Евросоюза, каждый год опубликует такой, называется, семестр года, где дает оценку деятельности всем странам Евросоюза, как они развиваются, как выполняют, в общем-то, нормы, принятые Евросоюзом, как развивается экономика, социальная сфера и так далее, и так далее. И вот каждый год выпускается это сообщение, оно доступно. Так вот, Латвии, ну, когда последние пять лет, которые я документ читал и знал его, у нас там всегда указываются проблемы в государственном управлении. Налоговая политика критикуется, критикуется социальная политика, критикуется государственное управление. И ни в одном, в этом документе Евросоюза мы не найдем вопрос, что где-то проблемы с самоуправлением. Ни в одном. Когда мы говорим, что надо что-то менять, что-то реформировать, кто-то берется за самоуправление. Каково основание этому? И я вижу вот такую глубокую, действительно фундаментальную проблему, что начинается, ну, что-то, даже вот концертный зал. Ну, надо понять то, что надо концертный зал, но потом вырабатывать все-таки алгоритм, как к нему прийти, какие условия. Я, если смотреть больше о самоуправлении, ну, где та модель, где тот конечный результат, к которому мы должны прийти. Ну, мы строим дом, но дом начинает копать фундамент, закладывать, точно зная, какая нагрузка ляжет на этот фундамент, какая будет надстройка, сколько там квартир. Ну, только после того, как все согласовано, тогда начинает строить. У нас даже президент говорит, ну, начнем, а там... Посмотрим. А там посмотрим. То самое с концертным залом, да, да, говорит, ну, снесем здание прямо в тихом центре Риги, а там мы уже и построим и кусте. Ну, не зря у нас есть одна партия, которую я называю юными коммунистами, ну, железно. Вот мы построим и на развалинах будем строить новый. Притом никто даже не учитывает, если мы говорим об этом месте, на улице Элизабетес-2, как подъезды, где парковаться, автотранспорт. У нас же концертный зал, да. Нигде. Рядом исторические здания. Мы тут будем все рушить, потом все эти вот обломки собирать. Ну, вот зачем? Ну, вот проблема или беда не в том, что вот, ну, такое решение принимается. Беда в том, что люди, которые уделены власти, в принципе, не знают алгоритма принятия решения. Вот без общественного обсуждения, без вовлечения экспертов. Просто было, когда я был помоложе, было такое времена, когда генеральные секретари менялись, и был такой анекдот. Вот приходят власти, не приходя в сознание. Вот у нас сейчас приходят власти, не приходя в понимание. Что это такое вообще? И это опасно. И это опасно. И поэтому я и говорю, что все-таки, ну, мы же, когда люди, делаем свой какой-то выбор, как я говорю, идем к портному, идем к зубному, операции надо делать, или там, надо даже сантехника дома кран починить. Ну, мы же не ищем там однопартийца, мы же ищем того, кто умеет делать свою работу. Ну, почему мы, когда говорим о даже управлении целыми отраслями в государстве, говорим, ой, как он хорошо выглядит, ой, а как он хорошо пел там на концерте, или там еще что-нибудь. Ну, извините, но ты же должен уметь делать свою работу. Да, они хорошо петь. Но вот это, к сожалению, такое вот понимание вообще власти, ответственности у нас нет. Может быть, остается буквально пару минут, все-таки не могу у вас не спросить, вы упомянули свой действительно уникальный боевой опыт в Афганистане. Вот это может быть такой философский вопрос. Ведь и сейчас там неспокойно, и вообще в этом регионе крайне неспокойно. В чем же корень вот этих проблем, да, и мы видим целый ряд вот стран этого арабского мира, ну, постоянно там эти конфликты, потоки беженцев, нелегальной миграции, в Афганистан там еще и наркотики, и все вот, что с этим связано, нет государственности. Вот в чем вот корень, на ваш взгляд? Ну, конечно, Афганистан – это своего рода, ну, каждое государство вообще в мире уникально, да. Ну, а такие страны, это особенно относится, да, если посмотрим его историческое развитие, народы, которые населяют Афганистан, основное, это пуштуны, которые искусственно войной разделены пополам. Англичане в свое время разделили, и 20 миллионов остались теперь формально на афганской территории, остальные на пикстанской территории. То есть это разделенная нация в какой-то степени? Да, но самое главное, что это нация, то это не признает. Это на, тут европейских картах мы видим границы Афганистана, а в Афганистане на трех картах пуштуны не рисуют границу между собой, деля ту половину и эту половину. Но самое главное, это отсталость экономики. И чем отсталее государство, тем больше угроз. Угроз внутри самого государства и угроз вне территории этого государства. Мы знаем, что Афганистан во многом террористам использовался просто как территория. Как ничейные территории, которые купить за деньги, можно купить и... Нет, государственности слабые, да, пожалуйста, да. Да, и вмешиваются все, кому не лень, да. И это есть проблема. Но когда мы говорим о безопасности, вот, что я хотел подчеркнуть, что Евросоюз и НАТО – это разные структуры. И как военный человек, в НАТО существует, особенно военная организация, и существует военная дисциплина и порядок. И там импровизации, типа того, что не понимаю, не знаю, не понимаешь, не знаешь, сиди, помалкивай. Надо делать так и делает. И мы должны так делать, и вынуждены так делать. Поэтому тоже вот эта роль института, которую вы упомянули под руководством президента, оно носит больше такой информационный, репрезентативный характер. Но, по сути дела, мы функционируем в системе НАТО, и там есть свои строгие правила и порядки, которые выполняются. А там, где, ну, как страна экономически, скажем, на дела в Евросоюзе мы оказываем столько поскольку, то за то, что, скажем, наказывается или выдвигаются претензии Венгрии и Польши, как, ну, странам с большей экономикой, большим влиянием, то мы вот в своем, в своей окраине здесь можем чувствовать себя, ну, власть наша может чувствовать себя более так расслабленно. Но это неправильно. Люди сами должны понимать, что все-таки любая власть должна работать в интересах людей, люди должны реально ощущать улучшение своей жизни. Ну, что ж, вот на этой такой оптимистической ноте и, может быть, таким вот, может быть, ну, не предупреждением, а такой рекомендацией, что экономика очень важна, социальная политика очень важна для безопасности страны, в первую очередь. Мы закончили наш интервью. Данис Труис у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго.